Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани, обсуждаем самые актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. В первой декаде мая администрация Рязани подписала крупный контракт с частным инвестором, согласно которого будет масштабно модернизирована вся система городского уличного освещения. В чем суть этого контракта и зачем он нужен? Об этом поговорим сегодня с нашим гостем. У нас в эфире начальник управления экономики администрации города Артем Уваровик-Хвост. Здравствуйте, Артем Анатольевич! Итак, собственно говоря, в чем суть контракта и как он появился? Какова, скажем так, предыстория его появления в Рязани? Хороший вопрос, Евгений Владимирович. Тема эта не нова. Еще в 2009 году был принят федеральный закон 261-й об энергосбережении. Помимо всего прочего, были установлены этим законом требования к органам власти и органам местного самоправления по снижению энергопотребления. В частности, до 2015 года, в течение 5 лет, объем энергопотребления должен был быть по нему снижен, должен по нему быть снижен на 15%. Это первая составляющая, которая говорит о том, что федеральное законодательство нам указало необходимость заниматься энергосбережением. Второе. Это то, что в течение всех последних лет администрации города Рязани проводится курс на улучшение качества жизни горожан. Я думаю, что сейчас подробно не буду останавливаться на результатах этой работы, потому что тема у нас немножко другая. Но я думаю, что они сейчас заметны и невооруженным взглядом. В том числе, это особое внимание уделяется ремонту и улучшению качества дорожного плата на благоустройство. И, как неотъемлемой его части, это системе уличного освещения. К сожалению, на настоящий момент можно констатировать, что за последние годы она пришла в удручающее состояние. Износ составляет порядка 90%. Но я думаю, что каждый день жители, особенно удаленных районов, сталкиваются с тем, что по нашим оценкам от 2% до 15% светильников не горят. То есть здесь зажигается где-то несвоевременное уличное освещение. Там, где светильники у нас работают, соответственно, из-за того, что лампы меняются, ну, так скажем, с периодичностью не должной. Соответственно, уровень освещенности, хотя она сама по себе и горит, то есть он не соответствует нормативным требованиям. То есть у этого контракта, насколько я понимаю, две основных благих цели. Первое – сократить, скажем так, уровень энергопотребления в Рязани. А второе – при том, что этот уровень энергопотребления будет сокращен, добиться лучшего освещения городских улиц. Не только, вот я хочу это подчеркнуть, что смысл этого проекта – это не замена уличных светильников, это модернизация системы в целом. То есть помимо замены уличных светильников, что, несомненно, приведет к снижению уровня энергопотребления, то есть сейчас мы можем уже говорить, что по условиям, немножко забегая вперед этого контракта, он будет уже в обязательном порядке. То есть это обязательство заявителя, да, инвестора, который пришел, будет снижен более чем на 50% в натуральном потреблении к уровню 2013 года. Это и модернизация системы управления уличного освещения. То есть сейчас у нас отсутствует диспетчеризация, да, то есть дистанционное управление системой уличного освещения. У нас отсутствует система автоматизированного сбора информации с приборов учета. У нас отсутствует, как таковой, мониторинг уровня потребления, да, и мощности потребляемой. То есть, ну, говоря уже как бы аббревиатурами, да, которые будут понятны техническими специалистам, ни системы диспетчеризации, ни ОСКУИ сейчас нет, то есть информация та же с приборов учета коммерческого собирается вручную, да, путем ежемесячного обхода. Вот, я уже не говорю о том, что отсутствует возможность собирать данные по зонам суток, да, то есть такая возможность сейчас тоже отсутствует. Вот, поэтому мы говорим о системе уличного освещения не как о уличных светильниках, а как комплексе, вот, что, несомненно, помимо вот тех преимуществ, да, которые сейчас назвал, обеспечит еще, ну, на наш взгляд, и эстетический, как бы, определенный уровень, то есть, то есть, и придаст, так скажем, облику города, ну, определенную инновационность. Ну, вот, без всяких сомнений, дело нужное, полезное, но в условиях дефицита бюджета и напряженного бюджета 2014 года вопрос, во что это обойдется городу. Что касается бюджетных денег, то бюджетных денег на реализацию этих энергосервисных мероприятий не будет вложено ни копейки. То есть, окупаемость, окупаемость этого проекта, да, за счет внедрения этого, этих энергосервисных мероприятий будет осуществляться за счет экономии. То есть, внедряя данные мероприятия, то есть, мы говорим о системе уличного освещения и системе диспетчеризации, да, как бы, системе управления уличным освещением, будет возникать экономия энергетических ресурсов. То есть, часть этой экономии, не вся эта экономия, а часть ее, да, которая предусмотрена контрактом, будет направляться на оплату услуг инвестора. Вот, тем самым при недостижении определенного контрактом уровня экономии, да, недостижении его, инвестор просто не получает возврат собственных средств. То есть, правильно ли я понимаю, что вот сейчас, условно говоря, ну, условные цифры, да, утрированные, город тратит на уличное освещение 100 миллионов рублей, к примеру, там, да. После того, как пройдет комплекс мероприятий по вот этому энергосервисному контракту, город будет тратить 50 миллионов рублей. То есть, 50 рублей составит экономия. Но, если бы, что называется, лампочки не менялись, не менялись шкафы управления, он все равно бы тратил 100. И вот из этих 50 миллионов планируется постепенно рассчитываться с инвестором. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, вот вы очень точно уловили суть именно заключенного энергосервисного контракта. То есть, но хотелось бы еще дополнить это двумя существенными, на мой взгляд, моментами. Исполнение своих обязательств по контракту инвестор гарантировал обеспечением этого контракта, да. То есть, обеспечение предоставлено в виде денежных средств в размере 51 миллиона. То есть, при неисполнении условия контракта он будет лишаться этой суммы. Это первое. И второе. Все установленное оборудование, да, срок контракта у нас 7 лет, в обязательствах инвестора является гарантийное его обслуживание в течение 7 лет. По уличным светильникам, да, гарантийный срок, да, который мы заявили в рамках своего технического задания, должен составлять 10 лет. И при монтаже и сдаче нам этих объектов он должен в том числе предоставить документацию, то есть, гарантийное обязательство завода-изготовителя на эти сроки. Ну, то есть, что это значит? Это если перегорит в течение 10 лет лампочка, ее будут менять не городские службы, а инвестор. Совершенно верно. Совершенно верно. В течение 7 лет ее будет гарантийно менять инвестор. И в течение суток, да, поскольку мы это тоже предусмотрели, в контракте оговорено, что любой выход из строя должен, так скажем, быть устранен в течение суток с момента обнаружения дефекта. Вот это касается как уличных светильников, так и шкафов управления. То есть, они должны иметь подменный фонд и, соответственно, бригаду, которая это будет обеспечить в течение суток устранения. Далее, в течение следующих трех лет на уличные светильники уже будет действовать гарантия завода-изготовителя, у которого инвестор приобрел эти светильники для установки. Соответственно, при возникновении гарантийного случая будет возможность обращаться на завод-изготовитель и по гарантии, соответственно, менять эти светильники. То есть, получается, что 10 лет город не тратит вообще никаких средств на замену светильников. Это довольно все-таки солидная статья расходов, и эти деньги, получается, высвобождаются, могут быть потрачены на что-то еще. Совершенно верно. То есть, в рамках, ну, если говорить сначала, то система уличного освещения, она включает в себя не только, так скажем, систему управления, да, ну, либо, так скажем, ну, существующую систему, либо перспективную, да, уличные светильники. Но это и опоры, да, это и сети уличного освещения. То есть, и данные средства мы планируем направить именно на ремонт, да, средств никогда не хватало на ремонт опор, на ремонт сетей уличного освещения, на их замену. То есть, и на развитие, соответственно, системы уличного освещения, в том числе ее проведение там, где сейчас она отсутствует. То есть, это дополнительный эффект от реализации этого проекта. То есть, высвобождение средств, которые сейчас ежегодно тратятся на замену ламп, на замену светильников, на ремонт старых шкафов. То есть, это дополнительный эффект от проекта, который будет направлен на развитие системы уличного освещения и, тем самым, улучшение качества освещения улиц города. Артем Анатольевич, ну, вот то, что вы сейчас рассказали, это действительно, в моем понимании, супер, очень выгодный для города контракт. Но, когда вот так все выгодно, вызывают опасения, а не есть ли это какие-то нью-вы-сети. А инвестор, с которым город подписал контракт, он, что называется, знаком, он проверен? Хороший вопрос. Ну, наверное, я начну с того, что подготовкой этого контракта мы занимаемся уже, ну, я думаю, что около года. Да, около года. Вот. В рамках подготовки мы провели пилотный проект. Я думаю, что жители города, которые живут здесь в районе улицы Циолковского или улицы Новой, обратили внимание, что по улице Новой, с обоих сторон улицы, начиная с декабря месяца, светильники, ну, как бы, была проведена замена светильников. Вот. И, соответственно, как бы, сейчас проблем с уличным освещением там нет. То есть, это светильники светодиодные, вот, и они уже на протяжении нескольких месяцев эксплуатируются. Вот. Второе. То есть, мы в рамках вот этого проекта пилотного, то есть, посмотрели, как себе, ну, как, так скажем, в работе себя ведут вот эти светильники уличного освещения. То есть, на шести ТП у нас были установлены новые шкафы, то есть, сбор данных по приборам учета и диспетчерское регулирование осуществлялось дистанционно. То есть, мы эту систему обкатали, да, в рамках улицы Новой, вот, для того, чтобы уже составить потом техническое задание для реализации проекта в целом по городу. Вот. Кроме того, рабочая группа, которая была создана для реализации этого проекта, она выезжала в город Белгород, где, ну, в достаточно высоком уровне реализован проект по автоматизации системы уличного освещения и диспетчеризации. Вот. И в город Тамбов. Вот. Вот это все плюс опыт, плюс опыт, который имеется уже по заключению энергосервисных контрактов в России, да, он пока, как я говорил, не широкий, да, то есть, сейчас, по нашей информации, заключены только четыре и действуют, да, исполняются энергосервисные контракты. На территории всей страны? На территории всей страны, в том числе и в городе Калуга. Вот. И по двум этим энергосервисным контрактам работает тот инвестор, который зашел и к нам. Это ГПБ «Энергоэффект», «Газпромбанк» «Энергоэффект». Это дочернее предприятие одного из крупнейших российских банков «Газпромбанка». То есть, ну, я думаю, что комментарии излишни. Ну что ж, мне остается только уточнить, когда это все будет реализовано. Данный проект по всему городу будет завершен в соответствии с условиями заключенного контракта до 1 декабря 2014 года. Подрядчик после заключения договора уже приступил к работам в московском районе. То есть, сейчас проводится дефектация на ТП, то есть, будут устанавливаться оборудования. То есть, я думаю, что мы вас будем своевременно извещать о ходе выполнения работы. То есть, 7 лет ждать не придется. Уже в этом году, что называется, фонари загорятся с новой силой. Совершенно верно. До 1 декабря будут охвачены все 4 района города. Ну что ж, супер. Но вот все-таки еще один вопрос. Позволю себе, если разрешите, в заключении программы. У горожан могут возникнуть опасения, что теперь все городское освещение по истечении этого контракта перейдет в частные руки. Можете вы как-то развеять, это опасение? Да, хороший вопрос. Я его ждал. По условиям контракта инвестор предоставляет оборудование в эксплуатацию, существующее у нас в Дирекции благоустройства города. Право собственности в течение действия контракта, то есть, в течение 7 лет, на поставленное инвестором оборудование, будет у инвестора. По истечении этого срока он безвозмездно передает это оборудование, то есть, светильники и шкафы уличного освещения, информационные системы, которые были созданы. Собственность городу безвозмездно, да, еще раз подчеркну. В течение срока действия контракта, эксплуатации существующей системы уже модернизированного уличного освещения, будет все так же осуществлять Дирекция благоустройства города, которая является заказчиком по данному контракту, стороной этого контракта. Ну что ж, я благодарю вас, Артем Анатольевич, спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию, рассказали об этом без всякого преувеличения, на мой взгляд, очень интересном и важном проекте. Гостем программы «Лицом к городу» сегодня был начальник управления экономики администрации Рязани Артем Овервихвост. Рязани Артем Овервихвост